Зуб даю, что он её найдёт. Да, такое редко, но тоже случается. В следующий раз не буду смотреть эпизоды по ночам. Ну и буду более внимателен. Миновал уже второй эпизод МЗГ, а желание смотреть шоу так особо и не растёт. Уже вторую серию подряд мы видим одну и ту же картину. Полное отсутствие серьёзности. Ну ладно, почти полное. Персонажи весь эпизод шли до этой долины, пока Феликс и Хак за ними бежали. И хоть серия обделена прям таки важными моментами, темы для обсуждений она даёт. Допустим, флэшбеки Феликса, отношения персонажей и почему команду разбили именно так. Поговорим об этом в ролике, это обзор второго эпизода первого сезона Ходячих мертвецов Мира за гранью. Давайте начнём. Раз уж я первым упомянул именно моменты с Феликсом и Хак, то давайте о них. Поход за подростками чем-то выделиться не может. В передвижении ноук ловить нечего, но во времена передышек пищу для размышлений нам потихоньку подкидывали. Заинтересовал во-первых этот момент. Думаю, к вопросу появления Хак вообще не ещё вернуться, так как это немалая часть персонажа, на которой можно построить раскрывающую драматическую линию. Ну а ещё почему-то вспомнилась Энит и Интродакшн с ней, где нам показали, как она впервые оказалась у стен Александрии. В МЗГ тоже стоит ждать чего-то подобного, иначе это бы не упоминалось. Шоу также не обходит и важные в нынешних реалиях темы, ну по крайней мере для их страны. И нет, я не о пандемии, а о явной ЛГБТ-повестке. Сразу обозначу свою позицию, против не имею совершенно ничего, отношусь ко всему этому спокойно. Ну так вот, продолжим. Затрагивается тема как раз таки гомофобии со стороны родителей, с которой столкнулся Феликс, перед началом апокалипсиса. Отец выгоняет его из дома, после чего, когда начинается суматоха, всё равно сына не пускает в дом, и это прям крайне странно. Я если честно сомневаюсь, что настолько можно не взлюбить сына, после чего не станешь пускать его на порог, даже в опасное время. Тут, думается мне, авторы перестарались, и всё выглядит немного притянуто. Персонаже, конечно же, жаль, но нравится от этого он мне сильнее не начал. Ну не интересен он мне в целом, нет в нем той харизмы, которая бы привлекала. Как и у его попутчицы. Вот и всё. Путешествие четырёх профанов оказалось, к моему счастью, не таким гладким, как показалось по окончании первого эпизода. Всё же столкнулись герои с трудностями, касающимися пустых, но вот реакция их на происходящее, особенно Айрис, меня прям вымораживает. Она чуть не оказалась под зубами ходячего мешка с костями, едва извернулась и всё-таки не смогла его убить, а после вся навеселе. Ну не верю я, что нормальный мыслящий человек вёл бы себя так. Она не осознаёт опасности, беззаботно и глупа, идёт на неоправданные риски, подставляя всю команду, чем очень сильно раздражает и не только меня. В этой сцене приятно порадовала Хоуп, когда проявился чувство пустой. Очень сильно момент перекликается с этой сценой из основы, где тоже во втором эпизоде первого сезона Рик показал важность жертвы этого некогда человека. Хоуп на самом деле нравится мне куда больше, нежели её идиотка-сестра. Первая куда более прагматична, серьёзна и выделяется реалистическим взглядом на происходящее. Элтон и Сайлас тоже вроде как не столь глупы, но идут на поводу у Айрис, как щенята, так же не думая о возможных последствиях. Тут делается и маломальский акцент на деталях. Хоуп оставляет банку консервов, украденную ею у Феликса, чтобы эта парочка смогла их найти. Думаю, тут многие согласятся, что по этому эпизоду Хоуп выставляют в более ярком свете, нежели остальных. Её спутники пока что максимально глупы и наивны, а от того переживать за них вообще не хочется. Так что надеюсь, Айрис таки скушает какой-нибудь пустой. Тогда-то она и поймёт, как эгоистично была в своих действиях. Хоуп же обрисовали новыми красками, и сливы этого персонажа я вообще не хочу, пока что она единственная, что цепляет помимо CRM. Очень сильно я ждал момент с пчелячим. Ну, типа пчелиный ходячий, ага. По трейлерам мне казалось, что это чудище доставит немало проблем героям, ведь с такой сверхспособностью, как у него, убить монстра будет не так уж и просто. Но нет, всё оказалось куда более примитивно, никого из героев пчёлы не ужалили, ни малейшего дискомфорта персам не доставили, как и собственно ходячие. В этот момент я предрекал фейковый укус Элтона, от которого его спасёт костюм, но опять промах. И этого я не понимаю. Если авторы придумывают какие-то клёвые нововведения, если появляются у них какие-то клёвые мысли, как улей с ходячим или же костюм, так доведите каждый из моментов до ума. Покажите, каким опасным может быть этот мертвец, что в симбиозе с в нашем случае пчёлами, он может представлять прям таки огромную опасность. Дайте понять, как эффективен этот костюм. Развивайте тему, а не бросайте на полпути. В основе вон до чего-то вели шизубеты, возвысили до температуры кипения, потому арка с шепчущими и получилась такой клёвый в проекте. Канг не боялась экспериментов, делала что-то новое и строила на этом самом новом сюжет. Здесь же писатель эпизода Бен Соколовски, а также наверняка и Гимпл с Мэтью Негретт со своей задачей не справились. Отдельным тезисом в начале я вынес разделение команды, потому не могу об этом не высказаться. Всё довольно легко. Ариас по большей степени таскается с Сайлосом, так как последний к ней неровно дышит, ну а Хоуп и Элтона сводят из-за событий флэшбэков, о которых, кстати, Хоуп постоянно думает. Акцент большой делается вот на вот этой бусинки, что ли, и наверняка из-за неё у Элтона могут возникнуть вопросы. Кульминация серии, увы, не удалась. Авторы пытались нас завлечь тем, что сейчас перед героями стоит дилемма, либо они рискуют и проходят ходячих, но вероятно не все, либо идут в обход. Но это отнимет куда больше времени. Конечно же, по мнению этой безмозглой, первый вариант лучше, с учетом того, что никаких навыков в вас нет, и как сказала Хоуп, так что я тут пробил жесткий фейспаум. Как было и с шестнадцатым эпизодом ХМ, пустые по итогу никакой угрозы не представили. Поначалу героев не замечая, а затем просто их упустив буквально из кольца. Ситуация с этим окружением персов вообще какая-то странная, ведь буквально секунду назад ходячие их не видели. Да и разве дым от горящих шин никак не должен был помешать героям. Допустим, щипать в глазах, затруднять дыхание, закрывать в конце концов обзор, нет? Я прям таки ждал, что кто-нибудь врежется входящего из-за непроглядного дыма, но и здесь обломали. Если так и дальше продолжать развивать тему, то окажется, что фейлов такого сорта очень много. То по щелчку теряется ориентир персонажей, то по точно такому же щелчку в последний момент появляется. В общем, одна сплошная беда. Во время прохода нас также прерывали флэшбеки с Феликсом и у меня почему-то сразу возникла ассоциация с сериалом Бумажный дом, когда ограбление останавливалось и нам показывали разъяснительные флэшбеки с профессором и его планом. Здесь все куда более примитивно и бесполезно, но такую параллель увидел. Также меня прям вывел финальный диалог Айрис и Хоуп. Еще в том эпизоде было ясно, что величественных речей о будущем проекту не занимать. Но эта двухминутная бессмыслица как же надоедает. Айрис затирает, что хотел быть храброй как Хоуп, делать храбрые поступки, но неужели так сложно отличить храбрость от глупости? Да, всегда ходили к дискуссии о том, что эти вещи одинаковые, диванные философы эту тему облюбовали, но я скажу одно. Оправдывать эти маразматические поступки, ведущие всех на гибель храбростью, такое себе. Если в этом должна была скрываться какая-то мораль, то я чего-то ее не увидел. Тут уже переобувается и Хоуп, которая ранее говорила, что поступать так глупо. Сейчас она наоборот говорит, что ее сестра молодец и пошла на большое внимание поступок, имеющий значение для всех здесь находящихся. Ну и чем велик этот поступок? Своей суицидальной направленностью и пустым риском? Чем он важен для всех? Ладно, вы вдвоем хотите помочь отцу. Могу еще понять Элтона. Он просто любопытный. Что, кстати, тоже так себе мотив. А Сайлас что? Его цель нам толком не объясняли. Он просто влюбился в любительницу пафосных монологов и бегает за ней, как питомец. Поэтому она решила рисковать, серьезно. Не знаю, почему на этом диалоге я сделал такой сильный акцент, просто уже хочется поставить в этом плане точку. Больше настолько в пучину глупых диалогов лезть не будем. Как вы могли понять, эпизод моментами может и неплох, но в большей степени глуп, неинтересен и пафосен. Первая серия, может, звезд с неба и не хватало, но бреда особо тоже не было. Да, вопросы остаются к отцу, который не хочет, чтобы девушки шли за ним, но при этом шлет факс о том, что у него все плохо. Но на этом и еще нескольких нюансах все заканчивается. Тут же начинает выбешивать Арис, которой явно не хватает мозгов. Именно она служит источником проблемы группы, из-за нее все подвергают себя опасности. А также на драму с ней и гибелью психолога забили болт. И это тоже очень печально. У авторов, кстати, очень удобная позиция. Потому что они делают шоу о подростках, и теперь каждый невменяемый поступок можно списать на неопытность и юность героев. 6 баллов с меня. Можно было куда лучше, хотя, наверное, я просто жду от шоу слишком многого. Но явно не я один, судя по оценкам самого шоу, ну а также первого эпизода на IMDb. Ну а как оцениваете эпизод вы? Напишите в комментариях, или заходите голосовать в группу в ВК. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. И да, не забываем и о группе ВКонтакте. До скорых видео.